Добрый день! 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 Такая ложь! Такая ложь! Такая ложь! Самообман, действительно! И при удачном каких-то обстоятельствах, эта ненависть которой сдерживает себя человека, она прорывается, она не может внутри постоянно сидеть, да и не выйти наружу. Почему? Потому что всякий нарыв, он выходит наружу. И вот мы видим как действительно вот эта толерантность которая проповедуется или дипломатией , которая есть между странами и государствами, она прорывается иногда через некое соперничество. И вот это соперничество, когда кто-то побеждает, показывает, насколько ненавидят друг друга и насколько пропадает эта толерантность, когда нужно кого-то уязвить, уколоть и показать свое превосходство. Ну и об этом псалмопевец Завет и говорит, это понятно. Но когда он говорит, Господи, чтося умножусь и стужающие нами, многие восстают нами, но стужающие те, кто действительно хотят некого зла ему. А кто хочет зла? Именно восстали на него его подданные, тех, кого он, ради которых он живет, ради которых он проявляет великую заботу. Ведь это только современное понимание власти, какое сегодня у нас есть. Это действительно только современное. Раньше такого не было. Власть всегда заботилась о своем народе. Власть всегда делала то, чтобы укрепить свой дом, потому что это царь, это пророк, это хозяин земли. И все его подданные – это его дети. И все в этом государстве или в этом царстве делалось для того, чтобы укрепить свое царство, сделать более счастливыми, богатыми, удовлетворенными жизнью своих подданных. То есть царь, он всегда жил не ради себя, потому что он никогда не был временщиком. Он был постоянным. Он готовил свой дом для передачи своему сыну. И каждый из нас знает, что мы делаем для своих детей. Мы все делаем для своих детей. Мы стараемся, чтобы они имели полноту в этой жизни, чтобы у них был полный достаток. Мы хотим им что-то ставить после своей смерти, чтобы они не испытывали каких-то хотя бы первоначальных трудностей. И также отношение царя как хозяина. И только демократия, она дает неких временщиков, которые приходят, как говорят, нанимают их на работу, они приходят на время. И, естественно, это время они используют ради собственной какой-то авторитета, авторитетов, выгоды, чтобы впоследствии у них было так, как они хотели бы жить, чтобы, может быть, даже эта власть хотя бы и дает им время. Они пытаются ее часто узрупировать, чтобы она была постоянной. Но не рассматривают, редко кто из них рассматривает власть как некую возможность принести благо своему народу и благо собственной стране. Хотя мы видим, что в наше время и среди таких людей бывают, так бы, скажем, люди любящие, отечество любящие свой народ и имеющие некие такие патриотические чувства. Поэтому, естественно, Давид говорит о том, что это мой дом, и я заботюсь о вас. Почему же вы восстаете, многие восстают на меня? Почему многие восстали? Почему предали? Почему пошли за сыном Авесалоном, а его оставили и предали? И сам сын-то его предал. Сам сын восстал против него. Это неестественно, потому что он-то ему благо желал. Он простил его в совершении того греха, который он совершил. И поэтому с таким порывом он обращается к Богу и говорит, Господи, что сего множишься с тужающими? Многие восстают на меня, множие глаголят души моей, не спасение ему в бозе его. И вот это вот, зная набожность такую псалмопевца Давида, зная его сильную религиозность, зная его молитвенное горение, многие говорят, ну, коль он вот находится в таком состоянии, значит, Господь оставил его, значит, Господь не хочет больше покрывать его. А другие говорят, говорили даже и доходили до того, что начали говорить, ну, ежели он в таком состоянии, значит, нет Бога, в Которого он верит. Это бывает очень часто в нашей жизни, когда верующие находятся в каких-то трудностях, испытаниях или гонениях, говорят, где Бог ваш? Об этом говорили и Христу. Ты говоришь, что ты царь? Тогда сойди со креста, и мы уверим в тебя. Вот люди ждут и меряют, когда находятся в таких состояниях, мерую какой-то человеческой, забывая о том, что в каждом случае нашей жизни есть еще и некая духовная составляющая, есть божественная десница, которая воспитывает тебя в терпении, в смирении, во внутреннем изменении, потому что дальше мы будем говорить, что скажет на все это сам Псалмопевец Давид, а он будет раскрывать некую духовную глубину и богатство именно такого состояния, когда восстали на тебя близкие, когда ты находишься, можно сказать, в таком затруднительном обстоятельстве, которые могут тебя ввести и вернуть в некое отчаяние, уныние, но ты не отчаиваешься, не унываешь, потому что с тобой Бог, и ты все равно чувствуешь десницу Божию. Но вот здесь вот именно мнозий глаголит души моя, не спасением в Бозьево, то есть и Господь оставил, а другие даже смеются, что где твой Бог, где твой Бог, который должен тебе помогать, которому ты так молишься и так кланяешься. И вот Господь здесь испытывает, насколько же человек остается верен Богу в трудностях, испытаниях, в радостях, да, когда полный дом, когда хватает на все, и есть полный достаток, тут легко быть с Богом. Хотя некоторые умудряются забывать и уйти от Бога, говорить, что это все я, я такой... Человеком звучит гордо. Да, это я такой успешный, это я такой умный, это я создал целую империю. Но мы видим, как все это изменяется в нашей жизни. И здесь псалмопевец все равно проявляет некую стойкость. Но в то же время мы говорим о том, что псалтыри, она имеет такую составляющую часть. Здесь есть и земное, и буквальный смысл, но есть и таинственный смысл, есть духовный смысл. И святые отцы, конечно, обращают внимание на то, что кроме всего прочего, на нас еще восстает враг рода человеческого. Через те помыслы, через те какие-то внутренние переживания, через поиск правильного пути в такой ситуации. И поэтому здесь нужно не забывать, что, конечно, Абсалмопевец Давид говорит и о том, что и враг рода человеческого восстает. Либо через помыслы, либо через тех людей на Тебя. И здесь, конечно, нужно противостоять тоже духовно против этих испытаний и искушений. «Ты же, Господи, заступник мой Иси, слава моя, и возносяй главу мою». Здесь псалмопевец Давид уже говорит прямо, невзирая на те испытания, искушения, он обращается к Богу. «Ты же, Господи, заступник мой Иси, слава моя, и возносяй главу мою». И он говорит, невзирая на все это, я понимаю и осознаю, что только заступление мое в Боге моем, и я не отступлюсь от Бога даже в таких обстоятельствах, но буду вызывать к Тебе глазом моим. И Господь услышит меня, и вознесет главу мою, то есть и Господь защитит его вот в этих трудных обстояний, защитит любого человека, который в этих обстоятельствах не поддастся неким бесовским страхованиям, а будет молиться Богу. И Господь тогда поразит врага рода человеческого, который восстает тебя либо через мысли твои, либо через какие-то смущения, либо через видимых врагов, желающих тебе злое. «Глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я». То есть «настолько нужно глазу моим, как Господу возвах». То есть псалмопевец Давид говорит о том, что он из глубины души вызывает к Богу. И здесь очень важно понимание того, что такая молитва, она не должна быть поверхностной, она должна быть очень сильной, она должна быть крепкой, она не может быть связана с какими-то большими, сильными словословиями, она не заключается в продолжительности его молитвы, в количестве молитвенного правила. Они думают, вот чем больше я буду говорить к Богу слов, тем я быстрее достигну своего результата. Вот как раз псалмопевец Давид говорит о том, что «гласом моим ко Господу возвах», даже вот это звучание «гласом моим», оно исходит из глубины твоего сердца, как будто ты не только языком говоришь этими словами, но всем своим существом сердце вторит за действительно, за словами, которые произносят наши уста. И тогда Господь и слышит человека, именно когда молитва, она должна быть внутренней, сердечной, она должна быть сильной. Каждое слово должно проходить через сердце и только тогда оно будет достигать до Бога, да и услышит Господь от горли святые свои я. Ну, естественно, если мы говорим от горли святые свои я, то говорится о горе Сион, которая являлась символом присутствия Бога здесь на земле самым святым местом, видимым местом пребывания Бога. Ну, мы можем говорить о том, что у нас Господь пребывает на всяком месте, но сугубо Господь пребывает в церкви. И когда псалмопевдис Давид указывает на определенное место на земле пребывания Бога, то мы скажем, что для нас Сионом, горой святой, является каждый храм, в котором совершается Евхаристия, в котором совершается молитва. И если Господь и сугубо слышит человека, то он слышит на молитве, которая совершается в храме Божьем, в церкви совершается. Вне церкви нет спасения. Святые отцы так и говорят, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поэтому многие сейчас говорят, я в душе верю, я могу помолиться везде, но когда мы так молимся, Господь нас не слышит, надо и веровать правильно, и молиться там, где есть особые силы и присутствие Божие. А это присутствие Божие, конечно, в храме Господнем, где двое или трое соберутся во имя Моя, говорит Господь, то посреди них я. Ну и, конечно, если уже говорить о месте или горы святые свои, то это тоже некая высота. Гора, она парит над всей землей, она возвышается. Естественно, когда мы хотим видеть высокого человека, то ему предоставляется некий постамент, указывающий его особое положение, и в то же время все хотят лицезреть и видеть. Так и Господь восходил на возвышенное место, так и архиерея становится на специальном месте, которое называется кафедра, возвышенное место, которое ставится посередине храма. Ну и, естественно, если мы говорим о горе святой, то мы можем говорить и о небе, потому что именно высота, где пребывает Бог, символ этого является небом, которое является престолом самого Бога. «Аз уснух и спах, вастах, як и Господь заступит мя». Ну, здесь, конечно же, говорится и в этих словах такой глубочайший двойной смысл, смысл такого земного состояния, в котором находится человек, и псалмопевец Давид, в котором находился, он, конечно, находился в тяжелейшем состоянии. «Аз уснух и спах, вастах, як и Господь защитит мя». Конечно, говорится о таком состоянии, в котором пребывал Давид и во сне, и в уснух и спах, и тогда, когда я спал, то есть и засыпал, и во сне находился в таком тяжелом состоянии, из которого никто тебя не выведет, кто тебя может вывести. И когда только я восстал, Господь защитил мя, то есть Господь заступит мя. И вот святая цель говорит, вот это состояние пророк не принимает на самого себя, но говорит именно о будущем воскресении, почему мы говорим, что в Псалтире она очень много говорит о воскресении Господа. В Псалтире очень много мест о Христе, или мы, как называем их, много очень мессианских мест. Вот это место как раз, можно сказать, не можно сказать, а мы говорим о том, что оно мессианское, то есть уснул, спал и восстал, Господь заступит мя. Конечно, говорится о воскресении, и говорится и о самом Господе, о крестных его страданиях, что он уснул, спал, восстал. И Господь уже, так же и Давида спасет, он говорит о своем будущем, то, что придет время, когда Господь, когда воскресит меня, когда мы все восстанем от того сна, в котором находимся. Но в то же время и духовный сон в нашей земной жизни тут тоже имеется в виду, потому что мы в своей жизни пребываем, как во сне. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Ну, конечно, он говорит именно о том состоянии, в котором он находится, нападающих на мя. То есть многие люди изменили, многие люди оставили самого Давида. Ну и здесь можно говорить, кто окрест нападает на человека, нападает на человека, со всех сторон, и спереди, и сзади, и по бокам, везде искушает. Конечно, это враг рода человеческого. И здесь о святеции говорят, что если человек живет с Богом, то он не убоится тех людей, которые окрест нападающих на мя, и не только людей, но и врага рода человеческого. И дальше опять вот такое сильнейшее мессианское место, которое, псалмопевец Давид, еще за несколько тысячелетий до пришествия Христа воскресает. Воскресни, Господи Божий, спаси мя Божий мой, якоты поразил еси, вся враждующая намерсуя, зубы грешникам сокрушил еси. Батюшка, все, кстати, прошу вас, приперебылось. Очень многие спрашивают часто, что же означает это место, зубы грешников сокрушил еси. Почему зубы? Какой такой четкий... Очень интересно, да. Ну вот мы первое место сказали о том, что это мессианское место, вот, а зубы грешников, это, конечно же, что если сокрушить зубы грешников, то это как бы сокрушить сравнение, такое втолкование, говорится именно о том, что у животных, если сокрушить зубы, значит убрать их силу. Вот, потому что у животного сила в зубах, больше ничем он не может, когтями он не может побороть человека, и он причинить может любому своему врагу некое неприязнье, и причинить ему боль только, и победить его только за счет зубов. И вот, когда нет зубов, то и нет силы. И поэтому Господь сокрушит зубы грешников. Это аллегорически. Аллегорически, да. То есть не будет силы, то есть уберет от них ту силу, на которую они опирались. Ну и в то же время и в прямом понимании Господь сокрушит зубы грешников. Это вот сейчас мы можем сказать, как мне, когда мы говорили бабушкам толкование, они мне говорят, батюшка, сейчас не страшно сокрушить зубы грешников. Вот мы вставим, да и все, и дальше пойдем. А раньше было тяжело, если человек ничто не может поесть, всегда есть желание, что-то съесть вкусное, и овощи, и фрукты, и другие продукты радуют нас в разные времена. А человек, который не имеет зубов, он ест пищу протертую, в которой нет уже вкуса того или иного продукта, или есть одну кашу. Поэтому действительно, когда ты не имеешь зубов, ты не имеешь ни вида, ни доброты, и не имеешь красоты и радости такого земного понимания в этой жизни. Поэтому сейчас, конечно, меньше страшного, но все равно сила. Господь может, поразив, конечно, врага, он забирает от него силу, если нет силы. Это такие метафоры, это ригория, это не в прямом смысле. Конечно, конечно. Господне есть спасение, и на людях твоих благословение твое. Вот, конечно, Господь дает спасение людям верующим. Конечно, Господь дает благословение человеку верующему, благословение в его земной жизни. И вот этими словами псалмопевец Давид заканчивает третий псалом. Замечательно. Он говорит о том, если вы хотите иметь благословение Божие, если хотите иметь счастье, достаток, спокойствие в своей жизни, то вы должны быть божьими людьми, вы должны всегда уповать на Господа, невзирая на то, что жизнь может преподносить разные испытания, разные искушения. Но и Господь даст тебе возможность своей благодатью преодолеть эти трудности, а затем даст такое благословение, что ты в достатке почувствуешь благодать, мир и тишину этой жизни и отголосок Царства Небеса еще здесь, на земле, а потом в вечности приобщиться к Нему. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акильна, с вами прощаю. Смотрите нас, как всегда, по субботам в программе «Таинство церкви» по нашему заведенному старому обычаю желаю вам и вашим семьям мира, покоя и благодетствия. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова